А мы продолжаем рассматривать поведение жителей Украины, которые во время вызвольных змагань очутились по ту сторону баррикад, которые помогали большевикам оккупировать Украину, если называть вещи своими именами, и укреплять советскую власть. Эти товарищи воевали в Красной Армии против наших повстанцев, это они весело вступали во всесоюзную коммунистическую партию большевиков, это они становились советскими активистами, торжествующе вступали в комсомол и проникались в советской идеологии. И так длилось до 1932 года, как вдруг ВКПБ именно в разгар Голодомора начало чистить свои ряды. Вот мы и посмотрим крупным планом, как вели себя эти самые советские товарищи именно в 1932. И я посоветую вам почитать книгу Абдурахмана Автарханова «Технология власти», посвященную этим самым чисткам в партии. И само название этой книги говорит о том, что такие чистки проводились в партии именно с целью укрепления своей власти. И так как это был разгар Голодомора, то это придает особое зловещее этому процессу. В основном нам Голодомор показывают с точки зрения их жертв. Возьмем национальную книгу памяти жертву Голодомору 1932-1933, то там приводится мартиролог жертв и воспоминания людей, переживших Голодомор со всеми страшными подробностями. При этом книги, где была бы систематизирована информация об организаторе Голодомора, еще не написали. Канал Ирины Коновец-Поплавської Первая чистка ВКПБ произошла еще в 1921-м, кстати, во время первого Голодомора в Украине, причиной которого были те же самые большевики с их политикой продразверстки, а проще говоря, они стали массово выкачивать хлеб у украинских селян и вывозить его в Россию, то есть, по сути, грабить население. ЦК РКПБ тогда опубликовал в правде обращение об очистке партии. Цель была адекватная тому времени. Очистить партийные ряды от пробравшихся туда кулаков, мещан, буржуазной интеллигенции с одной стороны, а с другой прижать политических оппонентов. Тогда это были безобидные меньшевики. И методически, грамотно Политбюро создало Центральную комиссию по чисткам, а на местах образовывали городские и районные комиссии. Потом была чистка в 1929-м, как раз через год после того, как коммунисты начали массово загонять людей в колхозы. Естественно, это вызвало недовольство среди селян, саботаж. И во время той чистки партия анализировала, как проявили себя те или иные ее члены. И не дай бог, у кого-то обнаружились такие человеческие качества, как благоразумие, доброта и сочувствие. Таких изгоняли без лишних церемоний. Партии нужны были отмороженные винтики, которые бы слепо исполняли любые приказы. И таким образом, до 1930-го партия отсеяла всех случайных, наивных, которые вступили в нее по глупости. А надо понимать, что в те годы результаты своей деятельности советские активисты воочию не лицезрели. Например, если советский активист энергично выселял куркуля из хаты и отправил в Сибирь, то и умирали высланные по дороге в Сибирь или уже там, на месте. Сам активист не был этому свидетелем. И если совесть там у него где-то и шевелилась, то он ее быстро успокаивал речевками, которые ему подсунули в голову на партсобраниях. Что ты жалеешь? Это был куркуль, глытай, эксплуататор, буржуй. Так ему и надо. И когда мы делали зарисовки о том, как в 40-50-х годах отшлифовывали сконструированного советского человека, то это уже была поздняя стадия после Второй мировой войны. Это уже не было так организовано и пафосно. А даже наоборот, партия тайно проверяла своих членов на предмет, как они там себя вели в немецкой оккупации. А до 1932-го чистки проходили достаточно напыщенно. Это был целый ритуал. Каждый кандидат или коммунист выходил перед комиссией по чистке, которая состояла из трех самых проверенных членов партии. Проверяемый клал перед комиссией партбилет на стол, отвечал на вопросы как комиссий, так и присутствующих. И если он признавался достойным оставаться в рядах партии, партбилет ему возвращали. А нет, под зад коленом. У тебя слишком много нравственных принципов для того, чтобы выполнять задачи большевиков на данном этапе. 1932-й отличался тем, что перед членами комиссии представали в большинстве своем именно те, кто вступил в нее недавно. Это были люди примерно 1900-го года рождения, которые когда-то по молодости, нечаянно, кто-то по слабоумию, оказались в Красной Армии. А когда та победила, они, видя, как советская власть расправилась с повстанцами, посчитали, что вытянули счастливый билет и стали советскими активистами. Им в 1932-м было по 30-35 лет примерно. Они уже прошли проверку, участвуя в репрессиях против куркулей. И именно для них в 1932-м настал этот момент истины. Потому что в 1932-м шуточки закончились. Ладно, там в 1931-м можно было списать голод на неразбериху, на военное время, а в 1932-м большевики уже 10 лет у власти. Войны нет. Откуда взяться голоду? Теперь уже односельчане умирают не где-то там по дороге в Сибирь. Не как дядя Петра Юрко, которого выслали, и он там где-то скончался. В 1932-м односельчане и родственники советских активистов умирали страшной смертью в муках на их собственных глазах. И многие, многие коммунисты тогда призадумались, а что вообще происходит? Ведь это какое-то безумие наблюдать, как вокруг ни куркули, ни глытаи, ни проклятые буржуи, а собственно колхозники, которые поверили партии и вступили в колхоз, мрут с голода. Потому что к этому времени с куркулями уже расправились, их разорили и выслали, а в селах остались только послушная колхозная масса. И давайте для конкретики обрисуем, как это происходило в Солонянском районе, какие события происходили там до декабря 1932-го. То есть, на каком бэкграунде произошла там эта чистка. А началось все с того, что Днепропетровщине назначили планы хлебозаготовок на 1932-1933 годы вдвое больше, чем в 1928-м при меньших урожаях. Этот план составлял 88 миллионов пудов зерна, то есть четвертую часть общереспубликанского плана. Понятно, что за голову схватились все – и секретари райкомов, и головы колгоспив, и рядовые советские активисты. Началось общее сопротивление. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм. А надо понимать, что преступные режимы всегда имеют пошаговую программу действий, которые они должны предпринять для решения поставленной задачи. И каждый саботаж для них – это только знак, где возникла проблема, которую надо устранить, где принажать, где порешать. Но ни в коем случае это не отступление от намеченной цели. Это мы все видим и сейчас на примере современных автократий, ведь они никуда не делись, сплошь и рядом, как учил Ленин. Шаг вперед, два шага назад. Именно в такой арифметике. Отступить, собраться и снова вперед с еще большим напором. Иначе тоталитарный режим развалится на глазах. В Москве, естественно, понимали, что с распростертыми объятиями нереальные планы хлебозаготовок никто не встретит. Это было ожидаемо. Для этого планы и завышали. На это и был расчет. В Москве прекрасно понимали, что планы хлебозаготовок нереальные. И ЦК приступило к пошаговым действиям. Во-первых, послали в Украину дополнительно 150 сотрудников государственного политического управления при НКВД РСФСР. Ну знаете, я пойду лучше. А вам некуда торопиться. ГПУ за вами само придет. Чем занималась ГПУ? Как раз предупреждением и подавлением открытых контрреволюционных выступлений, борьбой с вооруженными восстаниями, разоблачением контрреволюционных организаций и так далее, вплоть до выполнения особых задач верховных органов власти. Из этих 150 ГПУшников в Днепропетровскую область прибыло 20. И три месяца они занимались исключительно хлебозаготовками. Во-вторых, тем районам, у которых показатели выполнения плана были наихудшие, существенно сократили подвоз товаров. Сюда попала и Солонянщина, потому что она выполнила план всего на 19,3%. В-третьих, 150 ГПУшников грязную работу делать не будут. Их слишком мало для этого. И коммунисты использовали свой любимый метод. Сделайте себя вместе. Они начали создавать так называемые буксирные бригады, которые помогали местным активистам добиваться выполнения планов хлебоздачи по отстающим колхозам, выяснять причины отставания, искать спрятанный хлеб и организовывать красные обозы для вывоза хлеба на приемочные пункты. По сути, это были рейдерные бригады. Им дали неограниченные полномочия. При этом в районных газетах организовали штабы, которые руководители работой буксирных бригады. И газеты освещали работу рейдерных бригад в нужном ракурсе. Из кого же формировали эти буксирные бригады? Конечно же, из комсомольцев, студентов техникумов и госучреждений. То есть, всех этих людей надо было развратить, заставить их почувствовать вкус крови, пьянящую власть над простым народом. Другими словами, в четвертых партия готовила себе попутно новых отморозков, которые не успели поучаствовать в раскулачивании 20-х годов. При этом отдельные буксирные бригады состояли из колхозников соседнего района, которые знали, как и где прячут зерно. Это все слова, а посмотрим, как это выглядело на практике. Зачитаем отрывок из дневника Нестора Белоуса, жителя села Лебяжи Чугуевского района. 1 декабря 1931. Ежедневно собрание участковой с 9 часов вечера и до утра. И только и разговоров, и агитация, что хлебозаготовка, платежи, облигации и коллективизация и так уже надоело, что селяне не знают, что и делать. Хлеб выполнено совсем мало. Ходят ночами бригады из других сельсоветов и буксирная бригада из балаклеи. Если кто и выполнил хлебозаготовку, то все равно идут бригады и ищут зерно с щупом. И в соломе полови, и где только они не ищут. И забирают даже по 5-10 фунтов. Курей, груши, масло, сыр. И тогда воруют в штабе и едят то, что попало, то и тянет. У меня бригада была в хате, и один из них украл гребешок частый и кусок мыла. И такие штуки чуть ли не в каждой хате. Словом, полная анархия и произвол. Жалоб нигде не принимают, ни в районе, ни в центре. Что касается Соломянского района, то сюда кинули буксирную бригаду из Синельниковского района. И вот почитаем огляд Укрколгосп-центру про хлебозаготовки в 1931 году. Кулацкая агентура, пролезшая в колхозы Соломянского района, выявлена Синельниковским буксиром, прятала колхозный хлеб, пускала пшеницу в полову, закапывала хлеб в ямы. В колхозах Широкий Яр, Большевик, Новый Свит, Днепрельстан, Советский, Новополо и других прятали десятки тысяч пудов хлеба, пшеницу на 30-40% пускали в полову, благодаря тому, что организации не дали своевременно отпора кулакам и ихним агентам. Соломянский район на 1 сентября выполнил лишь 24% годового плана к моменту приезда Синельниковского буксира. Обратим внимание на терминологию. Это очень важно для понимания событий и поможет нам во второй части нашего рассказа, где мы будем уже анализировать, как, собственно, проходило само заседание комиссии почистки. Фраза «кулацкая агентура, пролезшая в колхозы» означала, что всех, кого можно, репрессировали и как бы не камильфо назначать куркулей саботажниками. Поэтому тех колхозников, которые пытались припрятать хлеб, называли «кулацкой агентурой». Дальше читаем сводку у куркулгоспцентру. Буксирные бригады Синельниковского района, которые посланы на помощь Солонянскому, разбили право-оппортунистические тенденции по нереальности плана. Впоследствии у них в работе Солонянский район на 20 октября выполнил годовой план на 100,4%. Кроме этого, буксирные бригады развернули массовую работу среди колхозников по выявлению кражи и утайки хлеба некоторыми отсталыми колхозниками и классово-чуждым элементом. Например, в артеле красный незамужник утаяно 24 тонны хлеба. Конец цитаты. Опять-таки, обращаем внимание на то, как пытались еще заклеймить колхозников, которые сопротивлялись рейдерству и грабежам. И к кулацким агентам добавили отсталого колхозника и классово-чуждого элемента. Это прямое запугивание, потому что все видели, что случилось с куркулями. Переходить в эту категорию простым колхозникам небезопасно. Лучше отдай хлеб и сдохни, чем прослыть классово-чуждым элементом. Далее идет в ход попытка приплести отсталых колхозников к политическим врагам партии. К тем, кто сомневался в политике ВКПБ. Если в 21-м это были меньшевики, то в 32-м меньшевики уже не актуальны. Теперь это право-опортунисты. Что такое право-опортунистические тенденции, мало кто понимал. Но прилагательное право-опортунистическое стало ругательным и усиливало красочность многих существительных. Право-опортунистическая близорукость, право-опортунистическая разгубленность, используя право-опортунистическую благодушность и близорукость, Коркуль повел в шаленную подрывную работу. Или вот махровые право-опортунисты, право-опортунистические настроения, а право-опортунистический самоплив так ругали тех, кто надеялся, что все само и как-то разрулится, и планы хлебозаготовок сами себя выполняют. Еще в 1930-м 19-й съезд ВКПБ окончательно разоблачил право-опортунизм как агентуру кулачества внутри партии и объявил взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью к ВКПБ. За право-опортунизм и примиренчество Бухарина, как застрельщика и руководителя правых капитулянтов, вытурили из состава полетбюро ЦК ВКПБ, а его дружков, тоже правых капитулянтов Рыкова и Томского, постигнет та же участь. А мы продолжаем изучать большевистскую терминологию по сводкам Укрколгоспцентру. Синельниковский буксир в Солонянском районе обнаружил по ряду колхозов кулацкие балансы. Например, найдено 300 ям с хлебом, далее выяснено, что по целому ряду колхозов под кулацким влиянием хлеб мешан с половой и припрятан под послед и суржик. Бригада обнаружила 50 секретных зернохранилищ, куда припрятано больше 10 тысяч пудов хлеба. Конец цитаты. Кулацкие балансы – это когда старались не все зерно, что собрали, показывать в отчетности. Селяне мешали зерно с половой и выдавали его за отходы. Суржик – это не чистая пшеница с примесью ржи, а послед – это куриный помет, то есть зерно прятали под куриный помет. В общем, кажется, мы обрисовали эту страшную атмосферу, что царило в 1931-1932 годах в Солонянском районе. В частности, буксирные бригады, правые оппортунисты, идеологическая обработка лилась на головы коммунистов и советских активистов с одной стороны, а с другой назревала чистка, которая помогла бы партии избавиться от правых оппортунистов, а на деле – от сомневающихся и прозревших членов партии и кандидатов, кто стал, наконец, понимать, что такое ВКПБ и куда он влез в самую настоящую преступную группировку. Задачи чистки состояли в том, чтобы выявить, у кого там остались еще остатки совести, и убрать их, а самых твердокаменных оставить в партии и юзать дальше с тройным усердием. И вот 20 марта 32-го один из таких оппортунистов, целый секретарь Солонянского райкома КПБУ и Нетесин шлет тайно депешу своим партийным начальникам и пытается объяснить им, что страдают от того, что они творят прежде всего колхозники, что у 30 колхозов уже нет никаких продуктов, а люди ездят добывать хлеб в соседние районы. Из Вовниг и Звонецкого в тот же самый Синельниковский район, а колхозники артели Петровского Башмачанской селерады в Запорожске. В Башмачанской артели Петровского даже есть случаи, когда дети употребляли в пищу дохлого теленка. В артели Добробуд Сергеевской селерады большинство мужчин выехали в другой район к немцам. И пытается Нетесин привести такой убийственный, как ему казалось, аргумент. Последнее время на этой почве есть случаи выхода из колхоза не только рядовых колхозников, но и советских активистов. На это все Политбюро ЦК КПБУ 30 октября 1932-го ответило постановлением о мерах усиления хлебозаготовок. Название говорит само за себя. И в Невропетровскую область отправили товарищей Чубаря и Скрипника, как новых смотрящих от партии. Товарищи Чубарь и Скрипник должны были повести большевистскую борьбу за хлеб и укрепить колхозы. А на местах всех коммунистов призвали проработать решение Политбюро ЦК КПБУ от 30 октября 1932-го года на райсовещаниях. Кто такие Чубарь и Скрипник? Чубарь Влас Якович, родом из Пологовского района Запорожской области. Этот мерзавец был послушным исполнителем планов большевистской партии, проводил в Украине авантюристическую политику коммунистического штурма в промышленности. А Скрипник Микола Алексеевич, родом с Ясиноватой Бахмутского района, это 60-летний старый большевик и подлец-соратник Ленина. В 1932-м был наркомом образования. И этот персонаж едва ли не единственный, кто призывал к расстрелу своих же партийцев, которых будут судить в декабре 1932-го за саботаж хлебозаготовок в Ореховском районе, что на Запорожье. 7 июля 1933-го Скрипник и сам внезапно самозастрелится в своем рабочем кабинете. Но не от того, что его совесть замучила, а потому что утром на заседании полетбюро ему дали хорошую прочуханку и потребовали царатника Ленина покаяться публично. Для старого большевика это стало страшным ударом. Причем застрелится Скрипник неудачно, и еще два часа будет умирать на руках Кассиора. Жену его расстреляют в 1938-м, сына отправят в детский дом, а потом тот погибнет на фронте. В 1939-м ликвидируют и дружбана Скрипника по хлебозаготовкам в Днепропетровской области Власа Яковича Чубаря. А мы опять возвращаемся в Солонянский район, где в сентябре 1932-го меняют секретаря райкома Нетесина, как не оправдавшего надежды на Эл Сердюченко. Но и это не помогло. 4 ноября 1932-го Бюро Днепропетровского обкома КПБУ занес Солонянский район на черную доску. Это значило прекращение государственной и кооперативной торговли, вывоз из лавок всех товаров, прекращение кредитования и взыскания с колхозов и единоличников всех ранее выданных кредитов и других финансовых судов. И, наконец, 18 ноября 1932-го Политбюро ЦК КПБУ приняло постановление о проведении чистки ряда сельских парторганизаций, которые явно саботировали хлебозаготовки и подрывали доверие партий среди трудящихся. Сюда попал и наш Солонянский район. Но что важно понять для нас в разрезе нашего исследования, что одной из причин партийной чистки стало то, что свои отказы выполнять хлебозаготовительные планы партийно-советское и колхозное руководство Солонянского района упорно объясняли их нереальностью. А словосочетание нереальность плана это было как красная тряпка для организаторов голодомора. Нереальность плана, о чем говорили на каждом углу, и стала отправной точкой, от кого надо очищаться. Рассудительные товарищи, нам не товарищи, партия нуждалась как никогда в тупых исполнителях. И вот в разгар чистки уже бывшие руководители Солонянского района секретарь райкома Эл Сердюченко и глава райисполкома И. Макаров в начале декабря 32-го чуть ли не со слезами на глазах взывают к секретарю Днепропетровского обкома КПБУ товарищу Строганову с попыткой обосновать перед обкомом необходимость уменьшить план хлебозаготовки на 60%. При этом Сердюченко и Макаров, как самые отпетые правые оппортунисты, вооружились счетами, логарифмическими линейками, арифмометрами в надежде доказать свои аргументы цифрами. И простодушный Сердюченко неосторожно включил в свое обращение такие слова «Завищені плани хлебозаготівель, неможливість их виконания та репрессии проти місцевого партійно-радянського керівництва». Кому же он адресовал этот плач Ярославны? Уроженцу Красноярского края Строганову Василию Андреевичу, которого спецом назначили в Днепропетровскую область для посилення темпів взбирання на Синьевых фондів. В 1937-м, впрочем, и Строганова тоже расстреляют. А Сердюченко нам этим обращением иллюстрирует, как закопошились тогда коммунисты, до которых стало доходить, куда они вляпались. То есть то, что было понятно в 1921-м умным людям, нашим повстанцам и их сторонникам, теперь стало доходить и до некоторых партийных. До этого они все преступления называли перегибами. А ведь я уверена, что кто-то их предупреждал, что партия ВКПБ это и есть банда криминальных преступников, а они не верили. Так вот, Сердюченко пишет, в районе два месяца тому назад снято парт руководства за извращение линии партии в прошлом году и весной этого года. Сняли Нитесина. Месяц тому назад снят председатель райисполкома за то, что не обеспечивал борьбы за хлеб. Два дня тому назад снято меня, секретаря райкома, как не оправдавшего доверия партии в борьбе за хлеб за то, что выразил в узком кругу с уполномоченным ЦК КПБУ сомнения о нереальности плана, за то, что видя, что район при таком положении идет к дробовщине, сигнализировал, причем по постановлению Бюро обкома я должен пройти чистку парторганизации в Солонянском районе. Это значит рассчитывать на репрессии. Однако заявляю, что доведенный план хлебозаготовок к Солонянскому району, не учитывая даже потерь, разбазаривание и воровство, с чем организация достаточной борьбы не вела, нереальный. Дальнейшее его проведение без учета возможностей, хотя и напряженных, приведет только к грубому извращению линии партии, что будет стоить для партии большего политического и хозяйственного вреда вместо нужного организационно-хозяйственного укрепления колхозов. В Солонянском районе с планом хлебозаготовок, если не грубая ошибка, то явная провокация на разрыв с колхозным крестьянством. Как первое, так и второе на руку только контрреволюции, которые содействуют правые и левые оппортунисты, маскируемые теперь аллилуйщиной и молчанием. Конец цитаты. Кстати, часто применяли еще и этот термин «разбазаривать хлеб». Это значит, что зерно не на хлебозаготовки отдавали преступному режиму, а расходовали не по назначению, то есть скрывали, прятали, сами ели или продавали на частном рынке. И, конечно, не только до Сердюченко стало что-то доходить. На Солонянщине против оконания хлебозаготивли выступал секретарь Брезнувацкого партосередку Вискарка, а голова артилля Хрібороба Бенко заявил «Я краще кину партквиток, а не вывозит ему хлеб». И вот этот всеобщий бунт и неповиновение своих же партейных и привело к чистке 1932 года. Как видим, Нитесина заменили на Сердюченко, но тот тоже оказался ненадежным. Что до Сердюченко, нам его судьба неведома. А вот кто такой председатель Солонянского райисполкома И. Макаров удалось выяснить. Его дальнейшая биография показательна в какой-то степени и ниже мы объясним почему. Иван Мефодьевич Макаров, член партии с 1917-го, из рабочих, образование низшее. Из ВКПБ его исключили 19 декабря 1932-го по досрочной чистке за отсутствие борьбы за хлеб и неумение организовать массу на борьбу с кражей и растратами хлеба. Но уже через два года, 15 января 1934-го, Макарова из партии втихаря восстановили, но ему об этом не сообщили. Партбилет ему не вернули, и дальше процедуры проверки и обмен партийных документов он не проходил. В июне 1938-го Макарова замели органы НКВД, и он просидел в ДОПРе больше года. В ноябре 1939-го его освободили в связи с прекращением дела. А 5 мая 1940-го Макаров подал апелляцию на восстановление партии. А ему говорят, брателло, да мы тебя уже давно восстановили, возвращаем тебе партбилет и стаж партийный тебе. С 1934-го засчитываем. Ну, Макаров, наверное, чуть не умер от радости, а работал он на то время ни дворником, ни слесарем, а начальником дворового цеха завода Коминтерна в Днепропетровске. То есть, все эти пафосные и громкие чистки в 30-х годах это была такая игра. Устроить громкое представление, чтобы вселить в ужас других членов партии, а потом по-тихому и восстанавливали, кого считали нужным. Партийная чистка имела цель заменить мягкотелых саботажников на более послушных исполнителей, которые должны были любым способом обеспечить плановое поступление селянского хлеба в государственные заготовительные пункты. Также показательная расправа над коммунистами в Солнянском районе должна была заставить других партийцев активнее изымать зерно у колхозников и единоличников. На этом, как мы понимаем, обычно и стоит преступная группировка. У вас по телевизорам куча кино, где показывают, как проверяют бандитов. Типа, убей этого, обляпайся чужой кровью и будешь нашим. Так и тут. Оставить в партии самых отмороженных и с ними дальше укреплять коммунистический режим. Хотя нет. Банды и обидеться могут. В любой банде есть какие-то понятия. Там, детей не трогать, а если обосновать свое поведение, то и перо в бок не получишь. А в компартии понятия нету. Дали задание организовать геноцид украинцев. С холодным сердцем вперед! Ты не человек, ты машина для выполнения наших приказов. Сейчас похожая ситуация. Необольшевики продолжают дело дедушки Ленина, только теперь они гораздо более поднаторевшие в этом деле. Часто граждане Российской Федерации задают вопросы. Вот в Поволжье тоже был голод в 1932-м, но мы же не говорим, что это геноцид. Просто неурожай. А я не знаю, что там было в Поволжье. На этот вопрос должны ответить российские историки. А о неурожае россиянам сказали из телевизора. А что там было на самом деле, умалчивается. Потому что Поволжье это часть Российской Федерации. И некому там ставить вопрос о голодоморе и почему там случился. Поволжье что? Там все послушно умирали без сопротивления планам хлебозаготовок? Википедия нам говорит, что голода хватил Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Южной Сибири. Это все Российская Федерация и верный ее вассал Казахстан. В Украине только в 2008-м, благодаря президенту Ющенко заговорили громко о голодоморе в Украине, донесли всему миру, как это было, что естественно взбесило ФСБшную Российскую Федерацию. В Украине в то время организовали учителей по школам, чтобы они записывали воспоминания жертв голодомора и потом, когда пришел Янукович, большинство этих записей куда-то пропало. Тем не менее, это моя Украина сумела всему миру показать, что голодомор был устроен специально и очень организованно, суперорганизованно. А в России и Казахстане заниматься этим вопросом некому. Граждане тех стран безоговорочно верят своим властям, которые преподносят им причину голода мифическим неурожаем. Граждане это удовлетворило, и они успокоились. Но поведение Украины в этом вопросе раздражает их, потому что на нашем фоне они чувствуют себя предателями памяти предков. Редактор субтитров А.Семкин